Эй, ребята, сегодня я расскажу вам по-настоящему шокирующий секрет, ведь наконец-то вы узнаете, кто на самом деле скрывается под маской клоуна А4. На ютубе уже есть подобные ролики, но все они рассказывают вам ложную информацию. Я буду первым, кто действительно раскроет личность клоуна, поэтому поставь лайк за мои старания и погнали! А последняя цифра твоего лайка покажет, что за подарок ты получишь на свой день рождения. Проверяй! Начнем, пожалуй, с того, что клоун это самый загадочный персонаж А4. Он сильно загримирован, на нем непонятный костюм, а цвет глаз прикрыт контактными линзами. Поэтому просто так сразу и непонятно, по каким признакам искать даже похожего на него человека. Очевидно одно, он молодой парень высокого роста, и к слову, он самый высокий участник А4. Чтобы узнать о нем побольше, я обратился к гуглу. Если вписать запрос, кто такой клоун А4, то выдает страничку в Википедии актера Андрея Иванова, который известен под псевдонимом Андрей Борисов. Ура! Мы нашли клоуна А4, скажете вы. Но рано радоваться. Борисов действительно популярный инстаблогер, актер и весьма бы подошел на роль клоуна. Но есть пару несостыковочек. Во-первых, нет ни одной совместной публикации. Блогер даже не подписан на других участников А4. Во-вторых, он даже и не особо похож на клоуна, несмотря на грим. Вот вам доказательства фото клоуна и Андрея Борисова. Сходство только в том, что они оба мужчины. Но этого недостаточно. Этот вариант мы отбросили. Переходим к следующему. Я понял, что искать дальше в гугле бессмысленно. Очевидно же, что А4 продакшн тщательно скрывает личность клоуна. Но не настолько хорошо, чтобы мы не нашли, кто под маской. Влад и Глент даже не видели клоуна без грима. А вот Риви видела. Она рассказала об этом в ролике Детектор Лжи с командой А4. Нравится клоун А4 без грима. Она, наверное, единственная, кто его без грима видела. Хотя я сомневаюсь, что Влад А4 не знает лицо человека, который на него работает. Согласитесь, это странно. Представляете, если клоун совершит какое-то преступление в образе клоуна, придут ко Владу А4, чтобы узнать личность того, кто на него работает. А он скажет, что не знает. Идите вон к Риви, спросите. И тогда Влад А4 попадет на челлендж в тюрьму вместе с клоуном. Но это все шутки, да и сейчас не об этом. На видео Детектор Лжи с командой А4 по ответам Риви видно, что Алене клоун понравился. Ставь лайк, если бы хотел, чтобы клоун и Риви были вместе. Наши родители случайно не кондитеры? Странно. А почему у них тогда такая булочка? Ну так вот, я отправился на поиски информации среди других ютуб блогеров. Мне пришлось пересмотреть большое количество роликов, чтобы понять, чье лицо может скрывать маска клоуна А4. И если ты подписался на канал, то я это все сделал не зря. Ведь именно благодаря твоей активности я и выпускаю свои ролики. Спасибо, что нажал лайк и оформил подписку. В одном из роликов я обратил внимание на парня, который случайно попал в сторис к менеджеру Влада А4. Вот, кстати, и менеджер Кирилл, который не просто работает на А4, но и является хорошим другом бумаги. Так вот, Кирилл засветил личность клоуна, так сказал один из моих коллег. И показал вот это фото. Да, этот парень действительно похож на клоуна. Эм, или нет? И вот тут опять ошибка. Этого парня зовут Пейзула Магомедов. Он является сооснователем селебрити-агентства Диденок Тим. Это компания того самого менеджера бумаги. Получается, что Пейзула никакой не клоун. И в съемочном процессе А4 участия не принимал. У меня уже начали опускаться руки. Но тут я подумал, что не могут другие члены А4 продакшена не знать клоуна. Как минимум, кто-то же брал его на работу. Даже если это был не Влад А4. Я зашел на инстаграм страницу А4 продакшена и стал искать похожего на клоуна человека. И вот обратил внимание на этого высокого парня. Как я уже говорил, клоун самый высокий участник съемочного процесса. Он показался мне знакомым. И я перешел на его страницу. И тут меня осенило. Это же и есть клоун. Тоска называется. На кого ты похож? Сейчас посмотрим. Мне часто говорят, что я похож на МакГрегора. Ну же, посмотри, какой красавчик. Здравствуйте. Меня зовут Стас Пекарский. Мне 27 лет. И я актер. Давайте вместе сравним их фотографии. Одинаковые зубы, карие глаза, высокий рост и родинка на шее. Все сходится. Клоуна 4 это актер Стас Пекарский. А вот его фото с отдыха. А это тикток клоуна. Одинаковые шорты и браслет на руке. Ну, я надеюсь, теперь вы не сомневаетесь в том, что я действительно показал вам настоящее лицо клоуна. Поставь мне за это лайк, мне будет очень приятно. Благодаря его инстаграму я смог найти и его резюме. Я актер. Есть съемочный опыт. Сериалы, кино, ютуб шоу. Ютуб шоу. Клоуна 4. Я представляю вашему вниманию рубрику АСМР. Вечериночка. Парень, как и Влад А4, из Минска. Но сейчас живет и работает в Москве. Очевидно, что здесь для актера больше возможностей. Сейчас парню 28 лет. Он действительно очень высокий. Его рост 190 сантиметров. Актер умеет водить, говорить на английском, а также занимается баскетболом. Станислав говорит, что он веселый парень и не скрывает своих эмоций, при этом любит экспериментировать. И представляю вашему вниманию тупые грабли. Настолько тупые, что уже не тупятся об землю. Тупые грабли. Тренажер гитары, танцы в шеста... Кайф. Тупые грабли. А также прокача координации и гибкая растяжка. Тупые грабли. И его имя Джон Сидор. Ты работать-то начнешь? Наверное, поэтому так легко вжился в роль клоуна. Самое первое видео с его участием, это экстремальные прятки от страшного клоуна в парке развлечений. Это что, ваш пранк? Шанс выбраться, сыграть со мной в игру. Можно было подумать, что это одноразовая роль, но видно, что клоун слишком понравился подписчикам А4, поэтому и задержался в команде. Но кроме клоуна, он еще успел сыграть роль безумного доктора в ролике А4. Я провел 24 часа в сумасшедшей белой комнате челлендж. Если говорить честно, все мои подопытные почему-то сходили с ума. А еще Хаги-Ваги в ролике А4, Хаги-Ваги в реальной жизни. Самый крутой экземпляр этого завода. Есть уже! Давайте там разбирайтесь с дверью! Еще Стас был клоуном не только в А4, но и подрабатывал в клубе в роли клоуна Оно. Он тут прям жуткий, правда? Фух, я рад, что на Ютубе стало на одну тайну меньше. А если тебе понравилось это видео, поставь лайк и напиши в комменты, какой твой любимый ролик с клоуном А4. Пишите, про кого вам еще достать эксклюзивной информации и буду ждать ваших предложений в телеграм-канале. А ссылку на него я оставлю в закрепленном комментарии.